Сегодня live, сегодня снимаем интервью, я подумал, что такой формат может кому-то зайти. А мало того, что он может быть кому-то интересен, он может быть еще и неприятно полезен. Поэтому сегодня live, сегодня снимаем интервью. Сегодня у меня на интервью человек Я его зовут так же, как меня. Его зовут Дима. А вот и наш Димой идёт. Про него будет небольшой, скорее всего, фильм из этого интервью. Моего голоса не будет слышно. Будут слышны только его ответы, и сегодня я покажу бэкстейдж из этого интервью. Как я что-то расставляю, как что делаю. Вот местечко, где мы сегодня будем снимать Димона. Так, как всегда, у меня все уместилось в мой рюкзак. Это Loproche 350. Все, что мне нужно на интервью. Практически за исключением света. Свет я возьму свой годекс. Я его положу вот в эту сумку. Возьму эту лампу. Еще помимо этого света я хочу взять этот торшер из Икеи. Потому что в помещении, в котором мы будем снимать света, не будет совсем. Я, скорее всего, основной источник света выключу. Это подвальное помещение. Там нет окон. И это может быть невероятно выгодно. Потому что солнце не будет постоянно менять свое положение. И освещение будет оставаться таким, каким я его выставлю. Еще возьму Ронин. Мне его дали погонять. Ронин С. Сегодня хочу, помимо интервью, отснять его тренировку. Значит, про него у меня будет небольшой сюжет, небольшой фильм. Возможно, он появится на канале тоже. Он будет рассказывать про свою спортивную карьеру. Естественно, я буду задать ему вопросы. Про свою спортивную карьеру, чего добился, где вырос, где учился. Будут какие-то подсъемы с его старого доджа. Легендарный зал, где только... Доджи – это место, где он занимался карате. Суть интервью в том, что я сижу за камерой. Он сидит перед камерой. Я ему задаю вопросы, которые я подготовил. А на красный свет поехал. Вообще, к таким интервью я, конечно же, рекомендую готовиться. Как минимум, прийти на локацию за день или два. Посмотреть, как она выглядит. Какое там освещение. Есть ли там розетки. Как ты поставишь человека. Вначале я хотел брать для него какой-нибудь тубарет, либо стул. Но потом подумал, что в такой локации это будет смотреться не очень. Потому что человек находится в своей среде. И я использовал какие-то подходящие для этого сидушки. В данном случае я хотел использовать сперва какое-то колесо, либо шину. Но оно слишком низко расположено. И мне не хотелось, чтобы человек сидел слишком близко к полу. Дальше я поискал, посмотрел, нашел татами разборное. Это вот эта куча матов. Наложил их. Они подошли вместо какого-то тубарета. Димон, здорово. Запишемся сперва. Здорово. Сейчас я еду записывать его речь просто в рекордер. Смотри, Димон, это рекордер. Он записывает твой голос очень большой четкостью. У меня уже есть такая практика. Я приезжаю быстренько в машине, даю рекордер, человек записывает. Мой путь в каратен начался с четырех лет. На такие съемки я рекомендую брать с собой побольше удлинителей. Потому что розеток может и вовсе не оказаться. У нас в зале здесь была одна розетка. Расположенная относительно места, в которое я хотел посадить Диму, она не очень удобна. Я взял с собой один удлинитель 8-метровый, которого, естественно, мне не хватило, чтобы включить свет. По поводу света я рекомендую брать с собой как можно больше разного света, включая отражатели. Потому что источник света, основной кодекс, я расположил лево от человека. И у него получилось одно лицо освещенное, второе лицо провалено в тени. Да, так у меня было задумано. Вторую часть лица я подсвечиваю отражателем. Это слабый заполняющий свет. По мне, так получилось очень неплохо. Такое у нас драматичное освещение. Смотри, ты сейчас говоришь так, как будто бы боишься кого-то разбудить. Говори, ну немного красок нужно в голову добавить. Димон сейчас нам показывает секретный вход, как залезть на спортплощадку. Я боялся выходить на татами. Я боялся испытывать боль. Было трудно повторять одно и то же на изнурительных тренировках. Я повторял себе каждый раз. Я повторял себе каждый раз. Ты обязательно победишь свою боль, усталость и страх. Ты обязательно победишь свою боль, усталость и страх. И сделай все для того, чтобы не сойти с этого пути. Димон оказался не просто хорошим бойцом, но еще и отличным диктором. Поэтому у нас всего лишь 4 дубля. Четвертый дубль у нас заключительный. Погнали, Димон. Так, приехали с Димоном, короче, на тот же самый спот. Сегодня очень красивый закат. И сзади нас вулкан. И сейчас будем снимать те же самые движения, которые снимали в прошлый раз. Потому что в прошлый раз было время только на стадикам. И я не совсем уверен, что кадры с него получились. Там была небольшая тряска. Поэтому сейчас мы повторим то же самое на два объектива. На широкий угол и на длинный угол. Короче, сейчас будет такая движуха. Ты рек точно нажал, да? Да, да, да. Красная, подгорит справа. Да, да, да. Значит, смотрите все. Есть такая киллер фича. Объясняю. Я о ней не знал, но узнал позже. Есть такая приложуха, называется Sun Survivor. Его вот так открываешь. Таким образом ты можешь видеть, где находится солнце. Вот я не знал, где здесь садится солнце. Я знал, что оно встает там за вулканом. Потому что однажды в этой локации я снимал дрифтеров. Но я не знал, где оно садится. Ну, типа, предполагал, что напротив там же, где оно встает. И вот эта программа, это типа такой компас. Оно показывает точно, где находится солнце. И в какой период времени оно где будет находиться. Вот сейчас, буквально через 15 минут, будет идеальнейшее время, чтобы снять Димона-красавчика. Чтобы он получился невероятно красивым в этом закатном солнце. Еще раз то же самое. Солнце будет в красном горизонте ровно через 10 минут. Пока мы разминаемся, короче, солнце подсаживается. Отлично, отлично. И через 10 минут начнем снимать. И двоечка. Так, немного про наш сетап. Вот у нас одна камера GH5. Классическое трехточечное освещение. Основной свет у нас в Godex V 150. Ключевой, он же заполняющий, у нас этот отражатель, он же от Godex. И контровой. Немного подсветили синим. Дешевой лампой. Китайской. Я гнула 300. Я думаю, Димон, это не помешает. И дешевая лампа из Икеи. Вот так. Через 30 секунд начнем опрашивать Димона. Дальше подготавливаем ракурс. Кадрируем человека. По мне, это тоже очень важная часть процесса. На это нельзя как бы забивать и относиться к этому халатно. Я до сих пор учусь грамотно кадрировать человека в кадре. Я нахожусь от него немного левее. То есть, он смотрит справа налево. Снимаю я в 4К для того, чтобы его кадрировать. Кадрировать можно в 2 раза спокойно. А тут даже и в 3. То есть, укрупняться и делать. Вообще, снимал я на одну камеру. Это GH5. Конечно же, если бы у меня была вторая камера, я бы на него делал объектив с фокусным расстоянием примерно от 85 мм. И поставил бы ее градусов на 30 относительно первой камеры. То есть, второй план у меня был бы более в профиль. Давай под... Да, прямо вот здесь. Вот здесь прямо. Да, давай. Просто походи. Давай, короче, сейчас, Димон, просто побежим с тобой. Просто бежать. Главное, чтобы нас никто не сбил. Димон, не переживай, я договорился. Да, мы будем бежать просто туда. А если что, потом топ-кадры подснимем. Здесь начинается Россия. Че тут есть? Давай. Да. А если я походи. ПОходи. Пока. 혹у. и да кстати кто-то сих пор не понял здесь начинается россия вот здесь на камчатке да здесь мы живем с димоном и снимаем фильм про карате камчатская а